Прямо за мной сейчас Проджекты Марсис. Проджекты — это социальное жилье, по аналогии с нашими панельками, которое знаменито количеством криминала внутри себя, и конкретно эти Проджекты знамениты тем, что в них вырос Джей-Зи. По-моему, на русскоязычном пространстве большая часть информации про Джей-Зи известна людям из роликов скиллса, и мало кто осознает, что Джей-Зи заработал миллиард долларов. Миллиард! Как так получилось? Что это за места? Какая здесь жизнь? Обо всем этом сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Товарищи, за последний год я пять раз менял место жительства, и это, знаете ли, очень накладно. Притом я не могу работать без стола и кресла, вот эта вот вся наколеночная история меня не устраивает, поэтому на каждом новом месте я спешу в первую очередь организовать себе рабочее пространство. И те, кто смотрел мой влог из Нью-Йорка, знают, что мне пришлось здесь купить очень маленький стол, а это обозначает, что ты не то, что вот не можешь допустить бардак из своих эстетических соображений, ты просто обязан поддерживать свой стол в чистоте, потому что каждый предмет захламляет его моментально. И если вы страдаете с тем же самым, делюсь с вами своей находкой. Это удлинитель U-Green Power Trip. Во-первых, он выглядит круто, а не как что-то из магазина стройматериалов. Во-вторых, дизайн продуман так, чтобы скрыть от вас здоровенные блоки питания, которые создают очищение бардака, а отставить только минималистичные USB-шки. В-третьих, эти порты используют технологию нитрида галия, от них можно быстро зарядить даже ноутбук. Таким образом, у вас есть целых 6 портов и остается максимальное количество свободного места на столе. К тому же, он стильненький и будет сочетаться с остальными вашими умными девайсами. Поэтому переходите по ссылочке в описании, заказывайте U-Green Power Trip, а мы возвращаемся к ролику. Журнал «Комплекс» посчитал, что из 208 песен Jay-Z, 67 содержат упоминания Бруклина. Притом, многие из них множество раз. Это значит, что в принципе с упоминанием Бруклина творчество у Jay-Z 37%. То есть, если вы выберете любую песню Jay-Z, в ней с очень большой вероятностью будет упомянут Бруклин. Но что вообще такое Бруклин? Это один из городов, которые после этого составили из себя Нью-Йорк. Нью-Йорк – это Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Стейтен Айленд и Квинс. И Бруклин был одним из самых больших городов до образования Нью-Йорка. Я прочитал, что есть даже люди, которые до сих пор считают, что присоединение Бруклина к Нью-Йорку было плохой идеей. Потому что в момент присоединения это был третий город вообще в стране. То есть, были Нью-Йорк, Чикаго, а потом Бруклин. Сейчас Бруклин соединен с Манхэттеном линией метро. Мы прямо сейчас находимся на линии G, до которой от Марсис буквально полминуты ходьбы. И существует даже слух, что якобы Джей-Зи взял свой ник от линий J и Z Нью-Йоркского метро. Но это неправда. На самом деле он взял его от своего рэп-наставника. Вот этого чувака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще здесьalet ленок. Это не ленок ленок. Это его птик. Это 4-Б. Это JW. Он находится на четвери штори. На четвери шторы. ФPerfect. Фиво. До четверти. Я читаю две вещи. Первое, что нет полиции здесь, когда Jay-Z росла здесь. Полиции просто не приходят сюда. Ну, они не приходят сюда, если вы их звоните. Если вы звоните, они будут приходить сюда сразу. Но, кроме того, они не будут вокруг проекта. Они могут ходить вокруг. Но нет, нет, нет. Это как большая площадка. И вот эта квартира 5D – место, в котором буквально жил Jay-Z. Прямо в этой квартире. И в худший период своей жизни он зарабатывал продажей наркотиков. Ему нужно было взять, высунуться из этого окна, увидеть, стоит ли покупатель снизу, после этого сделать специальный перестук по окну, по которому покупатель понимал, что ему пора подниматься сюда. Но проблема в том, что полиция могла поджидать такого покупателя на крыше. И таким образом, если полиция снизу и сверху, а лестницы тут супер узкие и деваться некуда, ты оказывался заперт. А дальше ты мог оказаться в тюрьме, в которой ты становился абсолютной частью криминального мира. И восстановиться уже после тюрьмы и вернуться в нормальную жизнь было практически нереально. Как я правильно объясню, почему люди в 80-х и 90-х выбирают крыше, чтобы зарабатывать деньги? Это потому, что это гораздо сложнее, чтобы зарабатывать это в тюрьме в тюрьме. И также не гарантируют ничего. Например, ты можешь быть, например, съедленным или убежденным на улице каждый день, но ты можешь зарабатывать на регулярном работе очень небольшое количество денег. Но на крыше вы сможете получить много в моменте. Да, это будет причина. Да, это будет причина. Многие из нас родились в квартире. Не было достаточно еды на тюрьме. Были некоторые ночи, когда я помню, когда у меня в детстве, я ем, что было там, и это было. Я приехал на работу и у меня было очень много потребностей. Я думаю, что я где-то ещё в день на день. На день на день на день на день на сут. Поскольку в других детей, мы возьмём по-другому, кости, какие-то люди, которые мы решили, что-то, что-то, как-то у нас усили. Потому что откликается, куча и те, что-то иногда не работа, и никто не будет слишком заработать. Н.-М. Нет, что-то недостаточно платить, у нас 4-5 детей, если так дал-то, что-то, что-то осталось в большинстве. Бруклин совершенно не вписывается в представление большинства наших людей о Нью-Йорке как о месте, который целиком состоит из невероятно здоровенных небоскребов и похож на вот этот вот открыточный пейзаж вообще не похож и честно говоря ничего кроме нижней части Манхэттена так не выглядит большая часть Бруклина это вот такая малоэтажная застройка и исторически Бруклин всегда расширялся вширь а не в высоту из-за этого как вы понимаете его еще сложнее контролировать полиции почему же оно было таким криминогенным дело в том что сюда заселяли людей из шелтеров кого-то вообще с улицы и в общем из разных мест которые были гораздо хуже чем это то есть социальное жилье подразумевает что люди до этого не имели просто нормальных жилищных условий соответственно эти люди так или иначе не вписаны в социум до конца то есть они не могут просто взять и на своей работе заработать себе достаточно денег чтобы жить Нью-Йорк всегда был дорогим местом и соответственно здесь у вас был выбор либо идти на какую-то херовую работу которая будет очень тяжелый и будет приносить вам возможно недостаточно денег чтобы прокормить себя или заняться чем-то нелегальным что сопряжено с риском но также может дать вам моментально много денег и по поводу сопряжения с риском здесь в принципе жизнь была сопряжена с риском каждый день в какой-то момент мы стояли с этим вот сотрудником местным управдомом на лестнице и вышла белая девочка медсестра и он сказал что вот знаете в 80-е и 90-е белая девочка медсестра не смогла бы здесь жить ровно также сейчас стоят детские площадки здесь жители местные говорят что раньше здесь не было никаких детских площадок потому что невозможно было бы представить что здесь кто-то просто ходил люди попытались быстрее сбежать из этого места потому что опасность поджидала буквально на каждом шагу асси и алара young people even even the elderly still doing work packing bags and a supermarket or working in a full pantry и make a little to make ends me hard to understand a shipping водося Premier League разба cible зintegrое дорого в kotel stone р sostоверным до завер ha в этапе ураган Они приходят сюда, потому что деньги нет так много. Мы смотрим, может быть, $1500, $1600, $1700. Они только зарплатят $30,000. Да, только зарплатят $30,000, но вы получаете. Поэтому, что мы делаем, мы зарплатим нашу деньги. Это может быть немного времени. 3, 4, 5, 6 лет для некоторых нас. И потом мы выходим. И это как мы делаем. Но мы должны начать в какой-то момент. И причина, почему многие выбирают, чтобы приехать в Азербайджан, чтобы выйти из дома. Ты понимаешь, что я говорю? Это еще один шаг, от того, чтобы быть в Азербайджане. Единственное, что у вас есть свой свой ключ. У вас свой свой ключ. Для вашего собственного униса. Но вы все равно работаете с 1, 2, 3, 4 других теннисами на вашем флоре. Некоторые теннис могут быть хорошими, а некоторые могут быть плохими. Думаю, если вы что-то и слышали про школы в США, так это то, что они гораздо хуже российских. И знаете, это правда. Думаю, что средний российский школьник действительно знает больше американского. При этом заметно больше. Можете использовать это как лайфхак. Вам вот только английский выучить. И все, вы будете здесь умнее всех. Но мы ведь все знаем, как это достигается. И как стрессуют наши школьники перед важными экзаменами. Притом, строгость учителей и большая нагрузка, заложенная в самой программе, не гарантирует высокие баллы на важнейших экзаменах. А иногда и мешает их получению. Всем, кому предстоит сдавать ЕГЭ или ОГЭ в 2024, я советую онлайн школу Сотка. К тому же сейчас у них действует специальное предложение. Они разыгрывают Мерседес С-класса. Как вам такая мотивация? И если вы начнете готовиться сейчас, то, во-первых, сохраните себе много нервных клеток и подготовитесь за нормальное время. А во-вторых, может быть, выиграете Мерседес. К тому же в Сотке вы можете заниматься где и когда угодно. За 8 месяцев обучения вас подготовят с любого уровня к ОГЭ или ЕГЭ 2024 на нужный вам балл. Подготовка к экзаменам в Сотке проходит в спокойном темпе и без перегруза. Возможно, подготовка сразу по четырем предметам. У каждого ученика при этом есть свой персональный менеджер и наставник. Учеба без стресса, ежемесячные вебинары с психологом, при этом удобный ТГ-канал и проверка домашки за 20 минут. Вот было бы все это в моей школе. Вы только посмотрите, как тут все оформлено. Вот реально, если бы в свое время у меня были такие материалы, я бы, может, получше ЕГЭ сдал. К тому же по промокоду SEIN вы получите 10% скидку на обучение в Сотке. Поэтому, товарищи, дерзайте. Вы все сдадите и у вас все получится. Ссылка в описании. Возвращаемся к ролику. У JZ есть строчка «Финансовая свобода – моя единственная надежда». И это абсолют для многих жителей Проджектов в те времена, да и, в принципе, для всех жителей Гетто и других вот таких криминогенных районов. Именно выбраться отсюда. И остаются они криминогенными именно по причине того, что все, кто добиваются успеха, стараются отсюда сбежать. Но, благо, сейчас все не настолько мрачно. Да. I know his family, cuz he lived here 30 years, I lived here 35, 40 years. So we pretty much know each other. We get along like that, like a family. Everything changes. Look at, for instance, let's go downtown Brooklyn. Right. Things have really changed down there. Downtown J Street, there was nothing but a lot of stores that were selling stuff that wasn't legitimate. And now as you can see, it's starting to look like little Manhattan. И Джей-Зи был как раз-таки типичным заложником вот этого социума, который рождается в Project. Он рос с двумя сестрами и братом. Его дядя был зарезан на улице прямо недалеко отсюда, а его отец связался с наркотиками и ушел из семьи, когда маленькому Шону было всего пять лет. И таким образом большая семья осталась на плечах одной матери. Молодой Шон даже работал в бокалейной лавке неподалеку отсюда, но это не сильно отражалось на финансовом положении семейства. А вот продажа наркотиков гораздо более ощутимо на нем отражалась, и он потратил на это определенную часть своей жизни. Он даже переехал в Нью-Джерси на год и там занимался исключительно драгдилингом. Вероятно, свои первые крупные суммы Джей-Зи получил именно таким образом. Но от того, что в итоге он отказался от продажи наркотиков и выбрал музыку, и нахаслил гораздо-гораздо-гораздо больше, делает этот джест только более серьезным и осознанным. Не просто отказываться от легких денег. Дядя говорил, я никогда не продам миллион дисков. Я продал миллион дисков миллион раз. И нужно понимать, что свои скиллы, которые после этого Рик Рубин, Доктор Дре, да вся рэп-индустрия будет признавать просто невероятными, Джей-Зи наработал именно в этих проектах. Сначала он слушал коллекцию винила своих родителей, там было много разного джаза, и он постигал основы музыки, а потом его маман подарила ему бум-бокс, под который он фристайлил. То есть, опять же, миллиард сделан на рэпе, который свою основу получил чисто от небольшого магнитофона в панельке и просто неустанного повторения фристайла, который Джей-Зи в итоге разовьет до такой степени, что это будут считать просто природным даром. Закончив школу, Джей-Зи поступил в колледж, в котором учился вместе с Баста Раймсом и Нотариусом Би Ай Джи, с суперлегендарными фигурами, и вообще может показаться, что, несмотря на всю опасность, все равно есть у всего этого какая-то романтика, и что вот Бруклин и эти бедные места были такой кузницей талантов, что просто вот один знаменитый рэпер, просто пойдя в колледж, оказывается учился там с еще сразу двумя легендами. Но нужно понимать, что Джей-Зи соревновался в условном статусе короля Нью-Йорка еще с Насом, Тупаком и Биги. И в итоге из вот этой вот четверки дожили до нынешних времен только двое, при том, что Нас как бы творчески не очень дожил. И в этом состоит печальная правда про всю эту криминальную эстетику США, гетто и всего такого, к которой мы привыкли, что вы действительно можете быть каждый день убиты. В этом нету преувеличения какого-то, и то, к чему мы привыкли в треках, да, уже как к чему-то нормальному, это реально являлось печальной правдой для каждого жителя таких мест. И в этом и состояла как бы откровенность и провокативность их музыки, что они говорили ту правду, про которую все остальные предпочитали не говорить. Джей-Зи оставался патриотом Бруклина до конца, и даже переехав отсюда и нахаслив свои первые миллионы, он все равно остался в Бруклине. Он купил квартиру буквально в 20 минутах отсюда, да, в более приятном районе, и, кстати, вы прямо сейчас можете жить там. Она стоит вот столько, по-моему, отличная сделка. А теперь в музей. Это центральная Бруклинская библиотека, и, как видите, она целиком исписана текстами Джей-Зи. Если вы думаете, чем он это заслужил, 22 Грэмми и абсолютный рекорд Билборда 200 по частоте оказывания на первой строчке. Вот настолько хорош Джей-Зи. И главная библиотека Бруклина целиком посвящена ему уже полгода, и выставка продлена на еще два месяца. И сразу же на выставке нас встречают альбомы Джей-Зи, и первый из них, Reasonable Doubt, выпущен на собственном лейбле Джей-Зи Рокафелла Рекордс. Дело в том, что другие начинающие исполнители в те годы оказывались в лапах корпораций и продавались им с потрохами, подписывая договоры на какие-то ужасающие проценты, которые оставляли самого исполнителя на волне абсолютно нищим, а все деньги передавали, соответственно, держателю прав, с которым он и подписывает этот грабительский контракт. Джей-Зи с первого же своего релиза поступает как настоящий бизнесмен, основывает собственный лейбл, и первый же его альбом имеет коммерческий успех. И дальше мы видим остальные альбомы здесь. 96-й год, 97-й, 98-й, 99-й и 2000-й. Джей-Зи выпускает по альбому каждый год, и каждый из них коммерчески успешен. И альбомы, выпущенные с разницей в год, сначала имеют коммерческий успех, второй же альбом получает платиновый статус, и третий альбом становится самым коммерчески успешным в карьере Джей-Зи. Но это его не останавливает, и он выпускает четвертый, пятый, а затем шестой, седьмой, восьмой. Секция, в которую мы сейчас поднимаемся, называется «Did it all without a pen», то есть сделал все это без ручки. И мы будем говорить про фристайлы Джей-Зи. Этому здесь посвящена отдельная секция на втором этаже. Наверное, самое удивительное, что есть в Джей-Зи, это, безусловно, его фристайлы. Он может создавать полноценные треки за 5-7 минут, и это отмечали абсолютно все, кто с ним когда-либо работал. Буквально недавно видел видос Рика Рубина, в котором он рассказывает про написание песни «Стилдре», в которой Джей-Зи сначала составил полную песню у себя в голове за считанные, ну, минут 15, зачитал ее у микрофона, после чего зачитал ее заново с другими формулировками, но теми же ударками, то бишь панчлайнами. Представьте, сколько информации должно храниться в голове, чтобы удерживать целый текст рэп-трека. Джей-Зи очень редко делал что-то просто так, и если проследить развитие его скиллов и его приоритетов в течение времени, то получается интересная ситуация. Его самый первый релиз — это очень техничное произведение. Несмотря на фристайловость его оригинальной манеры, все равно сложность строчек, сложность читки, сложность ритмики вообще не идут ни в какое сравнение с тем, что он писал далее, и видно, как он старался именно для того, чтобы показать свой скилл в тот момент. Однако же, уже на втором альбоме он приближается к радийному формату для того, чтобы его песни гораздо лучше шли, в тираж и распространялись. Но уже второй альбом не отличается веселым приподнятым настроением, потому что он записывается после смерти Бигги, и во многом этот альбом — послание, посвящение и дань памяти. Дальше в течение карьеры Хова, он же Джей-Зи, будет делать выбор, как правило, в пользу эксперимента. И здесь, я думаю, каждый, кто более-менее знаком с его творчеством, может вспомнить какой-то свой эксперимент. Где-то трек с Линкинг Парком, который стал невероятно успешен, где-то новый звук для индустрии, а где-то грамотное финансовое вложение. Кстати, забыл там сказать, что Rockefeller Records происходит от слова «рокфеллер». То есть с самого начала Джей-Зи задумывался над коммерческим успехом, и это всегда было ему важно. И, собственно, обретя коммерческий успех уже с своих первых пластинок, на своих будущих релизах, начиная со второго, он уже мог писать про то, насколько у него все охуенно, и как много бабок он сделал. Вы думаете, это мажорство, но для меня это норм. Просто пытаюсь дать вам рецепт на миллион долларов за 9.99. В комнате прямо за мной, темно и громко, поэтому мы записываем здесь, но вы видите кадры оттуда. Прямо сейчас там Барак Обама рассказывает про то, что Джей-Зи — первый рэпер, включенный в список зала славы рок-н-ролла, рок-н-ролл Hall of Fame, именно за свои сонграйтерские навыки. Дело в том, что Джей-Зи и Барак Обама знакомы, и познакомились они именно на фоне различной общественной деятельности. Представьте себе президент страны и рэпер, включенный в зал славы рок-н-ролла. Первый участник зала славы голосования — Джей-Зи. Мне нравится думать, что мы с мистером Картером понимаем друг друга. Никто из тех, кто встречался с нами в молодости, не ожидал, что мы окажемся там, где мы есть сегодня. Мы знаем, каково это, когда рядом нет отца. Мы знаем, каково это не иметь большого опыта и знать людей, которые не получили тех же преимуществ, что и мы. И поэтому мы стараемся поддерживать эти двери возможностей, чтобы тем, кто стоит за нами, тоже было немного легче добиться успеха. Вообще, я сам совершенно не эксперт в Джей-Зи. Не то чтобы я целыми днями его слушаю. И на самом деле, даже пройдя по целой выставке, посвященной нему, хочется заметить, что он не какой-то сверх экстраординарный. То есть обычно, в принципе, приходя на выставки в музее, ты видишь там именно вот что-то, что является вершиной достижений. Но здесь вся вершина состоит в его успешности как артиста. То есть он действительно, ну то есть у него просто хорошие тексты, просто успешные альбомы, просто успешные вложения в бизнес. Но в этом и есть на самом деле основная фишка, что вот здесь целая бесплатная книга, посвященная выставке, которая включает в себя много разных материалов с подробным описанием того, что на выставке представляется. Но интересно заметить, что в принципе на самой выставке текста не так уж и много. Это сделано в первую очередь ради возможности прикоснуться к человеку, который еще жив. И здесь под стеклами лежат газеты, билеты, бейджики и все остальное, что сделано что-то менее 10 лет назад. То есть концерты 2007 года, 2013, какие-то их фишки с Канью Уэстом, какие-то вещи произошли буквально пару лет назад. Но наверное в этом и состоит. И месседж, который часто сам Джей Зи произносит, объяснить, что так можете и вы. Если вы тоже из самого обычного района и вообще самый обычный чувак, вы можете натренироваться на бумбоксе, и после этого ваши шапки, куртки, газеты с вашим изображением будут выкладывать в самой крупной библиотеке на вашем районе. Потому что если смог он, то может сможете и вы. Джей Зи всю карьеру ходит в кепки бейсбольной команды Янки. И он сделал для популярности этих кепок больше, чем сама команда. И знаете, одно дело сделать какой-то прорыв в музыке и что-нибудь впечатляющее, а другое долго оставаться на плаву. Прямо здесь вы можете видеть мерч Тайдла, тогда только появившегося музыкального сервиса. А вот это вот, Samsung 2013 года, вы можете помнить этот старый дизайнник Samsung. И фишка в том, что Джей Зи тогда вложился очень серьезно в стриминговые сервисы и попытался стать одним из первых, кто свою музыку на стриминге залил. Сейчас мы понимаем, насколько это было правильное и длинновидное решение. И как раз сколько усилий предстоит приложить, чтобы сохранить успех после того, как ты его достиг, переоценить трудно. И вот в этом на самом деле есть одна из важнейших суперспособностей Джей Зи. Тот фрагмент, который прямо сейчас крутится здесь на экране, очень вирусится в ТикТоке. В этот момент Джей Зи впервые слышит биты от Канни Уэста. И опять же, про историю успешной связи Джей Зи и Канни Уэста вы можете посмотреть в видосах Скиллса, он много и подробно про это рассказывал. Но прямо сейчас я нахожусь в настоящем дубликате студии Baseline Studios, на которой и записаны одни из главных мировых хитов. В 2000 году Шон Джей Зи Картер открывает эту студию на Манхэттене. Дело в том, что ему самому было просто слишком сложно уже мотаться по чужим студиям и было удобнее открыть собственную. И туда по выходным к нему приходили битмари и включали свои треки. Именно таким образом родилось очень много хитов Джей Зи, и именно таким образом он познакомился с Канни. По историям, которые я сейчас могу прочитать, это было самое беспристрастное судейство битмарей из тех, что только были. Если ты известный популярный чувак, но пришел с отстойной музыкой, то тебя тут же прогонят. И наоборот, если ты хер с горы, но ты понравился Джей Зи, то поздравляю, это твой билетик в богатую и счастливую жизнь под цветом софитов. Да и вообще сложно переоценить инфлюенс Джей Зи и то, насколько много всего и всех он спродюсировал. Это одна из крутейших частей выставки. Здесь огромная коллекция очень старых пластинок, например, Бигги. И кроме суперизвестных, есть еще очень редкие. Вот, например, уже знакомые вам слова Roccafella Records и альбом Джей Зи Blueprint. Но это еще не самое крутое. Самое крутое здесь. Это наушники стилизованные, а это, как вы понимаете, виниловый проигрыватель. And so, like, anyone on this exhibition can try any of this and listen to this in a moment? Yeah, yeah, when it's slow, it's nice and slow. It's not really crowded. And what logic is of this collection of vinyl? Well, the logic is, this is what they've had in their archives. And a lot of this is Jay Z's... Inspiration? And some of it is some from his inspiration also. So, it's like his collection. His, yes, his music and maybe some others that he sampled from. And now you just bring that lever all the way down. All the way down. Oh, actually, that was going too fast. Обращаю внимание, здесь можно ускорять и замедлять пластинку, то есть тем самым работая с питчем. Также есть настройка под пластинки двух форматов, то есть таким образом вы можете услышать и оригинальные песни Jay Z, и оригиналы, которые он вдохновлялся, и треки, которые он сэмплил, и даже с помощью ползунков как бы услышать их оригинальное звучание и то, как они изменились для того, чтобы попасть в песню Jay Z. Это невероятно. На этой выставке просто огромное количество вот подобных статуэток и наград, и я вам про них не рассказываю. Честно говоря, только потому, что их здесь настолько много, что создается ощущение, что Jay Z саму выставку сделал только для того, чтобы у себя дома это все барахло не хранить. Их прям, ну, не знаю, штук 50 различных статуэток, и при этом многие из них абсолютно одинаковые, потому что он одну Грэмми 22 раза получил. Если у тебя проблемы с девушками, плохие новости, сынок, у меня 99 проблем, но, сучка, не одна из них. И отдельный стенд посвящен треку The Story of O.J. Постоянные зрители моего канала могут написать в комментах, в какой они, в 1001 или в 3002 раз, слышат историю от меня про этот трек, но я его просто обожаю, и, по-моему, сама по себе история за этим треком, она очень интересная. Дело в том, что O.J. Симпсон — это безумно популярный американский спортсмен, который, к тому же, по совпадению, стал фигурантом одного из самых знаменитых судебных расследований. Вообще, в истории мира можете почитать про это все подробнее. Но конкретно здесь и конкретно в случае с Jay-Z нам интересно то, что O.J. оторвался от черного сообщества. И в треке упоминается слово «housekeeper». Что это значит? Это значит, что во времена еще легализованного рабства были черные, которые были непосредственно рабами, а был тот, который жил с хозяином в самом доме. В фильме «Джанго. Освобожденный» в такого играет Сэмюэль Л. Джексон. И это, как правило, самый лояльный к белым людям человек, который, несмотря на все те зверства, которые они совершали с такими же, как он, он был близок к хозяину, одобрял его действия и так далее. И для черного сообщества назвать кого-то «housekeeper» — это очень серьезное оскорбление. И Джей Зи говорит эти очень весомые слова в контексте, что каким бы ты ни был богатым, обеспеченным и вот вышедшим из гетто и из бедности черным, ты все равно остаешься черным в глазах белых людей. Сколько бы цепей на тебе не было навешано, из какой бы дорогой тачки ты не вышел. И это своеобразное такое тупиковое ощущение, потому что здесь, в Бруклине, мы действительно видим абсолютно свободных и живущих полной жизнью людей, но при этом все равно разница есть, при этом все равно есть стеклянный потолок для черного сообщества. И вот что делать с этим — большой вопрос и, возможно, один из главных вопросов для современной Америки. Секта Сиена теперь каждый месяц дарит новые айтемы авторам самых крутых фоток в наших вещах. Выкладывайте в инстали, кидайте в личку секты свои работы, лучшие мы выложим в профиль, а самому лучшему подарим вещи из актуальной коллекции. В этом месяце футболку выиграл Миша Уголь, подробности в описании. И последняя секция выставки предлагает нам бизнесы Джей-Зи. У него есть знаменитая строчка про «Я не бизнесмен, я и есть бизнесмен». И он вложился в Uber, он вложился в Tidal, у него есть свой коньяк, он вложился в шампанское Ace of Spades. И огромное количество разных, очень грамотных и успешных вложений произвел Джей-Зи. И именно поэтому его состояние в 2019 году перевалило за миллиард, а сейчас, мы вот гуглили последний раз, более 2,5 миллиардов именно так его состояние оценивают. Безусловно, это не только на музыке. И, безусловно, важнейшая фраза, что «Fuck living rich and dying broke», то есть жить богато, но умереть в итоге бедно из-за того, как ты распоряжаешься своими средствами. Джей-Зи не такой. Все средства Джей-Зи грамотно вкладывались, и во многом именно бизнес-хватка сделала его настолько богатым. И что еще немаловажно, он есть ярчайший пример воплощения американской мечты. Просто как будто реклама Америки, потому что действительно мы с вами видели, в каком доме он родился и вырос, и теперь мы видим целый музей, посвященный его успеху и его богатству. И вы регулярно слышите истории про исполнителей, которые скатились, продались, потеряли актуальность, спились, сторчались и так далее. Джей-Зи — это, наверное, самый главный огроменный учебник, как все сохранить и преумножить. Чувак даже из своей супружеской измены и семейного скандала сделал супер-успешный хип-хоп-альбом, который при этом известен не столько своей скандальностью, сколько своей концептуальностью. При этом сам он женат на Бьонсе, а они являются одной из самых популярных звездных пар на планете, при том, что вся информация о личной жизни Джей-Зи оказывается в общественном внимании только из треков самого Джей-Зи. Скажу от себя, я это уважаю. Скажу честно, чуваки, когда я семь лет назад начинал делать видосы просто про музыку, я не подозревал, что в итоге приеду в Америку и буду делать видосы непосредственно по местам, где жили, творили и работали исполнители. И уж тем более не знал, что я в Нью-Йорке пойду в библиотеку Джей-Зи. Поэтому, чуваки, я реально прям постарался для этого видоса. Напишите, что вам понравилось, не понравилось, какая часть была более или менее удивительной, потому что я пытаюсь передавать вам Америку свежим взглядом, но с каждой недели мой взгляд становится все менее свежим. А если вы хотите поддержать меня, то заходите обязательно, подписывайтесь на Patreon и Boosty, там вы попадете в закрытый паблик с музыкой, кинищем, фильмами, книжками, всем чем угодно, что я копил долгие годы, оно там собрано специально для вас. А еще у меня охуенно стильный Инстаграм и Телеграм-канал. Все эти ссылочки в описании. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. А!